Историю отечественного государства и права студенты юридического факультета Казанского университета знают отлично. А все потому, что изучают они ее не только по книгам и семинарам, но и вживую прикасаясь с историей. Ежегодно все первокурсники факультета выезжают на остров Градсвияжск и проводят там целый день в экскурсиях. Два года назад на юридическом факультете начала складываться, я надеюсь, добрая традиция, когда студенты первого курса знакомятся не только с историей Альма-Матер, но и с историей национальной государственности Республики Татарстан, а значит с историей своей страны. И связано это с тем, что первый курс полностью выезжает в Градсвияжск на экскурсию. В этом году изучить историю Свияжска из города выехали 370 студентов. Каждый из них прослушал историю о создании Града Свияжска, ее жителях и быте. Я думаю, что это очень положительное мероприятие, которое оказывает большое влияние на студентов, позволяет им расширить свой кругозор по истории Татарстана прежде всего. То есть такое значимое место, которое оказало большое влияние на историю нашего края. Это действительно очень интересная экскурсия, потому что изучаем историю государства своего в неформальной, так скажем, обстановке, то есть не традиционно на семинарских занятиях, а узнаем вживую. То есть мы видим это все, как это происходило. Это очень интересно и полезно даже ребятам, которые приехали и которые давно уже здесь живут. Казанский федеральный начал сотрудничество с музеем «История» с самых первых дней его создания. Река Волга с притоками с улицы и Свиярой. Все это можно было бы считать утверждением таким голословным, если бы не археологические искания. Ученые КФУ внесли большой вклад при создании экспозиции Свиярского музея и участвовали в археологических раскопках в нижней части острова. Мы как музей безусловно заинтересованы в том, чтобы среди наших посетителей были студенты Казанского федерального университета. Мы готовы разработать специализированные программы для любых абсолютно направлений учебы, потому что у нас уже есть наработки определенные. То есть если юристы проезжают, мы стараемся все-таки в разрезе истории отечественного государства и права строить рассказ. Сейчас на острове ученые КФУ проводят археологические исследования и ведется анализ физико-химического состава материалов Успенского собора. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Универньюз.